В десертах я понимаю, что-то он назвал своих членов команды лобоящерами, а он про Китти говорит. Ребят, можно этот пэринг, пожалуйста, чуть-чуть сейчас градус снизить, потому что даже... Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик, и я рада видеть вас на новом видео. Ну что, ребята, мы продолжаем с вами смотреть битву шефов. Надеюсь, что какой-то ролик прошлый не заблокирует. Вроде, кажется, все получилось. Я увидела все ваши комментарии про телевизор, как вам не понравилось. Ребят, сорян, по-другому, ну никак. Так, мы попробуем в этот раз сделать чуть его больше, в надежде, что все обойдется. Ну, как бы, если вы хотите смотреть шоу с нами, то получится так. На самом деле, мне кажется, вы там супер важного вообще ничего не упускаете. Я вам честно скажу, я думаю, что вообще большинство смотрит реакции на фоне. Я читала комментарии, что, типа, ребят, на фоне вообще там непонятно. И там такие блюда некрасивые, что на них можно есть. А я их увеличил, не надо. Кстати, вон. То, что было интересно, я увеличил, ребят. Поэтому, пожалуйста, не паникуем, смотрим, наслаждаемся жизнью. На самом деле, мне даже немножечко было видно, потому что прошлая реакция, как по мне, ну, прям бомбическая. Мы что-то так угорали, так ржали. И надеялся вам вообще дико поднять настроение. Поэтому, в общем, если вам нравятся наши реакции, поддержите нас лайком. Будет нам приятно. Концент в концов. Давайте продолжать смотреть. У нас произошел отбор в команды. Просто, я считаю, команда мечты. То есть, это команда И и команда Р. У Константина Юлиева ты взяла из фамилии. А, да, да! А у Ренатограма ты взяла Р. Класс! Команда ИА. Вот, извините. Я, блин, тупая вообще просто. Все, начинаю смотреть, да? Нет. В команде Рената семь человек. Юрий Альтерман, Иван Красавин, Евгений Маслов, Антон Блудвин, Анна Малюгина, Марина Бобровская и Татьяна... Обсудим команду мечты. Так, первый хрен вообще не знак клоун просто пришел. Знаешь, кто из группы Дюна, короче, Мак? Коммунальная квартира. Второй голый мужик Тарзан. Третий в шапке вообще просто все. Был мужик Тарзан, это потенциальный партнер. Парень просто застеснялся, но милый и приготовил норму. Парень еще более-менее сам адекват. Да, более-менее. Женщину только я вообще не помню. Но она очень быстро как-то пролетела. Она, типа, тоже мама, которая готовит 30-летнему сыну. А, точно. А вот эту девушку я тоже не запомнила. Слушай, у девушки вообще не вспоминаются. Сексизм, сексизм. Да. Вот эту, кстати, я тоже не очень запомнила. Вот последнюю я запомнила. Вот, главное, сексизм ты сам не запомнила. Так, все, команда. Да, окей, дальше идем. Уланова. В команде Константина 5 участников. Надо говорить в команде Ивлева тогда, потому что команда Ренат и команда Ивлева. Депутат. Никита Степаненко, Денис Белов и Екатерина Морозова. Ой, ой, подожди, подожди. Никита Степаненко, Денис Белов и Е... Так, значит, обсуждаем. Единая Россия. Близнец. Тиктокер. Хотел сказать другое слово, тиктокер будет. Этого вообще не помню. Слушай, а я... А, это с такими татуированные руки такие, типа, пришел, говорит, у меня все блюда всегда вкусные. Ну ладно, окей. Это чувак, понятно. Это единственный повар. Да, единственный повар. Ну и это на нарезку. На нарезку, точно. Все, всех вспомнили, продолжаем. Екатерина Морозова. Итак, обе команды слушаем задачу для первого этапа. Вы должны будете приготовить всеми любимый салат оливье. Вот серьезно. Оливье. Давайте это обсудим. Вот серьезно. Они будут готовить всеми любимым салатом. Нет, подожди. Может быть, он какой-то невероятный оливье. Может, он с крабами здесь черной икрой. Давай проверим. Но есть... То есть, какой же... Но есть. Все, 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 подожди, подожди. Очень маленький, но важный нюанс. Вы должны его приготовить именно по оригинальному рецепту. Так необычно. С рябочками все... Ребят, такая идея. Что ж, так необычно? Я всегда даже воду пролила. Мне кажется, на ютубе нужно такое снять. Мне кажется, не сняли примерно каждый футблогер на ютубе. Каждый. Мне кажется, мы единственные, кто не снял. Просто все сняли это. Все сняли. Все повара сняли это. Ну, надо добавить. А, так они же как раз наоборот. Типа, а, ну это же хайпово. На ютубе это снимали целых пять лет назад всего лишь-то. Поэтому надо повторить. Это чисто прям я, конечно, когда еду о Макдональдсе новинки обозревать. Это точно. Смотрите новый ролик о Макдональдсе. На новинках вот здесь. А на новинках, да, которые... Ой, нет, вот здесь, вот, вот здесь. Вот это... А успеет раньше, разве он выйти? Мне кажется, не успеет еще. Ну, значит, не смотреть. Все в жизни. 19 века. 19 века. Сомелье, Оливье, я не знаю. Сомелье, 19 век, Оливье. Откуда знаю, вот что ему взбрило в голову, что туда... Ребят, я вообще, знаете, что не могу понять? Вам что, реально сложно 3000 лайков на прошлом видео поставить? Я не могу в обычной одежде это снимать. Мне нужна футболка ля кринж. Поэтому вернитесь на тот выпуск и поставьте 3000 лайков. И Митя мне покупает футболку. Потому что футболка дорогая, стоит 3000 рублей. Пожалуйста, это невозможно. Все. Нужно добавить. Да, задание с подвохом, это вообще... Мы офигели. Главный ингредиент этого салата... Черная икра. Так, я хочу сказать своей команде маленькое наставление. Вы должны понимать, что в первую очередь вы лучшие. Лучшие потому, что вас меньше. И лучшие потому, что вы со мной. И я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Вы делите себя. Никиту и Екатерину. Это все-таки более опытные повара. Поэтому вы трое должны их слушать. А вы двое должны им помогать. Сколько это все нелепо выглядит. Но не забывайте, пожалуйста, что каждый все-таки делает свой индивидуальный салат. Что каждый за себя. То есть они все вместе, но каждый за себя. Какой смысл? Так вы либо все вместе один готовите. Надо понять, ведь типа команда против команды борется. Да, получается, может быть, они должны, смотри, вся команда готовит один салат. И потом команда решает, кто был хуже всех. И они типа голосуют, как в последнем герое. Митя, я за тебя рада. Но ты, к сожалению, не сценарист телеканала «Пятница». Не продюсер. И на все твои идеи им как бы насрать. Извини, конечно. Это да. Просто потому, что они вот решили так. Потому, что вот настолько креативная группа у них там, что они придумали оливье. В принципе, да. То есть я даже, у меня нет слов. Да. Мы возьмем кубок Стэнли. Конечно, возьмем. В отличие от Константина, я не буду выделять двух людей в своей команде. Я вас всех люблю. Желаю удачи. Я скажу, что все семь участников потенциальные победители. Вот зачем были сейчас эти в уши, я не понял. Вот это. Ну не понимаю, зачем вообще эта речь была пафосная. Я про это. Вот это сула. А я вот не понял этот монтаж. Ладно, это уже мои. Мить! Профессионально. Мить, ты выделываешься. Ты вообще не их уровня. Понимаешь? Куда тебе? Лалка, сосай. Но мы ищем одного. Друзья, перед началом этого соревнования... Мне кажется, нужно еще немножко вот так. Да, мне тоже кажется. Вот еще прям мало. Давай, давай. Я сфотографировал команду участников Константина Ивлева. И хочу вам показать, как выглядит траур. Старта! Вы готовы? Уважаемые участники, ваша задача максимально приблизиться к подлинному рецепту легендарного Люсьена Оливье. Для этого на ваших кухнях есть все ингредиенты. И даже чуть-чуть больше. Все, забирайте все, что есть, и потом будем уже по факту вспоминать. У вас целый час времени. Да пребоет с вами вкус, дети мои. Время пошло! Кондитер вошел в чатик. Давай, я чувствую, что жара пошла. Давай телезрителям расскажем рецепт салата Оливье. Телезрителям. Того столетия. Кто сейчас это мне скажет? Я. Я иногда... Слушай, интересно, вот в отской кухне какие правила? Я не знаю, я не смотрела ни один выпуск. Просто я что-то подумал, было бы классно. Ну, то есть, например, у шефа, у него какой-то голос либо решающий, либо он, например, может спасти участника. Например, если команда хочет выгнать какого-то сильного участника, он такой, нет, я накладываю вето на этого участника. А, блин, как последний герой. Там давали соревнования, и кто побеждал, у того был тотем, и его не могли выгнать. Блин, просто берете вот эту идею и... Просто берете митью, привозите к себе в Останкино и делаете на русу. Не нужно привозить просто уже, уже готовое. Может, кстати, в отской кухне так. Я не знаю. Надо чекнуть. Не хочу чекать, или вы? А напишите, пожалуйста, в комментариях, какие правила у отской кухни. Да, напишите, пожалуйста. Жу между временем, понимаешь? Главное, надо красиво, одинаковым, ровным кубиком. У него был листовой салат, свежий огурец, из овощей еще каперсы идут, яйцо. А дальше набор деликатесов. Раковые шейки, язык говяжий, рябчики, майонез, икра. Все. Это правда они сейчас просто майонез обычный положат? Магазинный, правда? Ну а что? Ну да. А можно было просто в метры тогда сходить купить вот эту баклаху, да и все, и что готовить? Икры черные сверху положить. Икры черные, все, имитацию. А я считаю, что наш советский оливье, это и есть настоящий. Ну вот и ваша вот эта мокрая гастрономия. А наш советский. А задание было сделать не советский, а оригинальный. Дай-ка я посмотрю. Да мои долбоящеры то же самое. Смотри, смотри, что делают. Знаешь, вот мне просто офф-топ, вот китель нравится мне вот на людях. Господи, он назвал своих членов команды долбоящерами, а он про китель говорит. Да мне пофиг, я честно говоря не слышу. Вот просто вот китель, он всегда придает прям статус. Но, можно я отмечу, вот я всегда смотрю на луки, я не хотела, конечно, касаться этой тематики. Так, давай. Но все же джинсы с ботинками у Рената смотрятся гораздо более проигрышно, нежели белые какие-то, по-моему, кеды и черные. Типа Ивлев лучше выглядит? Конечно. Ну, Ренат выглядит... Давай у нас будет чуть попозже какой-нибудь там стоп-кадр, я тебе включу, ты оценишь, как выглядит Ренат с ботинками и джинсами. Ивлев выглядит гораздо более привлекательно в своем кителе. Ну, это, честно, мое наблюдение, я все хотела в прошлый раз сказать. Но теперь остались с нами здесь только те, кто готовы к нашему. Суждением и юмору. Поэтому теперь я могу сказать, что я на это обратила внимание. Так, сейчас, я сейчас приду. Просто когда они вдвоем будут стоять. Только смотри, моих не обижай, Костя. О, кто пришел, Костя, я понять не могу, мне... Как вам, пожалуйста, оцените. Слушай, ты знаешь, кстати, можно сказать, настолько плохо, что хорошо. Но нет, очень плохо. А что у него на голове? Не, Катють, я, честно говоря, норм. Считаю, норм. Мне норм. Нет, ну как бы мы с чем сравниваем, как бы. Ну, это хотя бы что-то новое. Знаешь, типа, закос такой под эмодзи. Не под эмодзи, а под мимодзи. Ну да, но просто Ренат вообще на себя не похож. Ну да. Ну как и в мимодзи не похожи люди. Я на себя похожа в мимодзи. Знаешь, сколько я себе делала мимодзи? И я до сих пор на себя не похожа. Я там пучок себе сделала. Я вообще не смогла прическу. Там же все прически получаются вот так короткие. Я себе сделала пучок, и мне кажется, это я. Ставишь? Ладно, подписываем инстаграм, я там выкладываю свои мимодзи. Да всем пофиг, ладно, не важно, не подписывайтесь. Короче, но, мне понравилось. А вот что, до доска так лежит. Айдентика. Хорошо, да, лежит. Неправильно. Не забывайте, ребят, что мы за вами наблюдаем и смотрим. И ваш шеф там сидит и слезами обливается из-за того, что вы бестоличите. Он от смеха не плачет. Абсолютно верно. Над вашей командой. Почему вы до сих пор все ходите вокруг да около этого стола? Че ты бродишь? Ты можешь встать на одном месте? Я люблю, когда пишут комментарии в стиле, ты че обосрала Ивлева, он такой классный, такой милый. Прям обожаю, что типа, как бы, ну ребят, давайте честны будем, они друг друга стоят. Слушай, ну просто у нас женщины привыкли, когда их на кухне херачат, каскалка и орут на них, поэтому они считают, что так мило. Ну долбоящерами назвать, ну это уже край, я считаю. Ну серьезно, ну шутки с шутками, шоу с шоу, но так называть участников команды, нафига тогда ты их брал? Поставить себе доску. Бездельники, команда Константина. Ну бездельники еще, ну. Ихита, ты шеф, распределяй, Кать, помогай ему. Всем понятно? Даша! Включили дедукцию. Какие слова похожи на французские слова? Решили, что кахнюшон, карточка. Все, зашла. Дальше что у нас, индейка, курица? Главное в поварском искусстве, это вовремя остановиться. И хоть сколько тебе не дали ингредиентов, надо выбрать те лучшие, которые лучше всего будут друг с другом сочетаться. Ой-ой-ой, друзья, вот это срач! В команде Константина Ивлева срач! Подумных которому эта кухня еще не видела. Здесь и продукты, здесь... Что? Именно. До чего он докапывается, я не могу понять. Да, в лотке лежат огурцы нареженные, там шкурка и салфетка, что? Не знаю. Здесь и бумага, здесь и шелуха. Да-да, я такой, может не надо. Подавай, в принципе у тебя салат Оливье готов. У тебя он засервирован, молодец. Я могу сказать только одно, никогда не поддавайтесь на эти дешевые выпады. Раз, два, три! Я чисто за этого парня болею, у меня единственная ракция. Он деснет повар. Детский писк мы сейчас услышали рядом. Детский писк, по-любому. Кстати, давай телезрителям расскажем о наших кулинарных минных ловушках и засадах, которые мы с тобой там подложили. И очень важный момент, это, конечно, майонез. Конечно же, многие из них получат в карму мегабаллы, если они сделают майонез вручную. О, Лидия! Видишь? Нормально, нормально. А я, кстати, подумал, было бы прикольно, если бы два шефа выбирали в каждой команде, кому вето дать. Короче, Митя и правила игрока. Как ты назвал свое шоу? Не знаю, просто было бы прикольно. Можно было бы такую стратегию выбирать, типа, слабо участника оставлять. Ну да, да. Типа, я вот в другой команде, такой, вот, вот этого вы оставляете. И будто вы убираете сильно. Уверен, что в твоей команде ни один человек не умеет делать майонез. Поэтому в твоей команде... Ну, конечно, это же так сложно, что даже Катя Бельчик умеет делать майонез. Но в твоей команде, я чувствую, икру есть кому метать. Икра. Мы им подложили искусственную черную икру, и им подложили, соответственно, настоящую. Вот будет интересно, кто-нибудь из них попробует, поймет или нет. Как вы думаете, икру как? Лайк! Лайк! Замешивать или, типа, украшать? Раз! Ты заедина! Бизнец просто... Я угораю! Что я? Я как Ленат сижу тоже буду. Сюда, вазанули! Еще что-то ходит и ищет, что с *** ищет. Господи, что за команда, с которой мы соревнуемся? Вы идите в ***, лево, позвольте дальше, а? Ты знаешь, мне, я ставлю, на самом деле, акцент на Татьяну. Смотри, смотри, только она же с Евгением. Хотя я у тебя сами вижу с собой, рамзят. Убери, убери, убери. Я просто отрежу кусочек и буду ей заниматься. Она с параптером, то, что она дала тебе отпор, тебе это и не понравилось, Костя. Короче, делай свой оливье сам. Я сделаю свой оливье сам. Они неправильно все делают. Ой, Костя, а твой Никитос. Посмотри, у них реально паника. Сколько нам? Раз, два, три, четыре, пять. Белок оставляем, потом рулет Миленкова сделаем. Сейчас еще Акзамову покажем, что мы можем, да? Твой гений, маленький мальчик с бабочкой. Мне кажется, он будет чистить яйца. Ты занимаешься яйцами, ставишь холодную воду. Самое интересное шоу. Я просто, я прям не знаю в моем рейтинге. Ну, а как ты, как ты бы тут сделала? Ну, как раз, типа, получается, такие двиши на кухне снимаются. Ну, да, я такое не люблю. Я что, в кондитере всегда это хотела пропустить? Мне не нравилась вот эта вот срач на кухне. Я такое не люблю. Получается, что можно здесь снять? Либо как люди готовят, это неинтересно. Либо как люди срутся между собой. Ну, нам это тоже неинтересно. Может быть, кому-то интересно. На аудитории это неинтересно. Я не люблю это. Просто вот начинают друг друга. Эти сидят, ржут за кадром. Добавляешь туда соль и яйца. Только соли прям немного, да? Ну, пол чайной ложки положи. Ты положил сразу яйца. Соль и яйца я тебе четко сказала. Конечно. Он умеет чистить яйца? Я уверен, что он умеет чистить яйца. В отличие от твоих бездарей, которые стоят, ничего не делают. Сейчас скажу. Стой, дыши на яйца, чтобы они правильно сварились. Воду посолил? Сейчас. Они как будто бы все-таки один салат. Я не могу понять. Или они одни ингредиенты делают? Каждый делает набор ингредиентов. То есть вот один делает яйца, второй делает картофель. И потом они из этих ингредиентов будут собирать салаты разные. Разные. Ну, да, посмотрим. Если что, помощь нужна, обращайся. В жизни нужна поддержка. Тюра, не надо осуждать. Судить людей нехорошо. Все смешно. Ты видел, как своим все... Нет, знаешь, это они имитацию черной икры положили. Конечно же, все ребята икру черную каждый день едят. Конечно. Поэтому они знают, как отличается настоящее от имитации. Классное задание. Вот красную еще, я понимаю имитацию красную, но все пробовали икру. Можно отличить. Нет, имитацию ты всегда отличишь. Независимо, пробовал ты или не пробовал. Она настолько ужасная имитация. Ну да, у меня вот тут родители недавно купили черную икру, килограмм за 2000 рублей. Короче, их даже Герда, собака наша, не стала есть. А я попробовала вот вчера в первую жизнь черную икру. Приезжала вот Влада из Хабаровского, привезла. Я офигела. Впервые в жизни попробовала. Это так вкусно, господи. Слушай, они кубиками картофель варят. А как, зачем? Ну они что, пюре будут делать? По-моему, они над этим урокуют. Давай посмотрим, что же... Если они сварят кубик... Слушай, под что же команда мечты-то здесь собралась? Да тут... Да это просто... Сейчас я узнаю твоих учреждений. О, да, ты узнаешь. Стоять! И подсказывать пошел своим, а! Шеф? Жень, ты сейчас чем занят? А, я сейчас свежу лук. Ну, прям вот в жизни, даже вот Сокзал, он постоянно матерится вот так вот. Ну, как бы это нормально. Ну, а как в другом-то? Ну, ну, да. Я уже поставил картошку, поставил морковку. Вот, короче, если бы у меня Ренат, например, был бы его номер телефона, ну, например, в телефоне, то я бы вот это мемоджи поставила бы ему на аватарку. Он мне звонил, я такая, а, Ренат, алло. Алло, когда реакцию снимаем? Да. Да, ну давай в воскресенье. Хотя нет, слушай, на Сёма еще не в садике там будет. Да, слушай, а тебе меренга какой приготовить? Сникерс, кубничный? А, хорошо, кокос? Да, конечно, все, пока. Ты сам делаешь. Да, я сам делаю. Молодец. Юра, я смотрю, ты очень профессионально, кстати, работаешь ножом. Константин говорил раньше, что я не умею нарезать. Ничего себе. Что было, все было плохо. Посмотри, посмотри, какая красота. Вы познали, что он мне сказал на ножах, когда я нарезал оливье? Серьезно? Да, только прямо по-то, говорит. Грес, конечно. Долбаящик, как ты нарезаешь оливье, смотри, как он. Прямо так и назвал, ты, Долбаящик? Да, так и было. Любимая слова Константина Ильева. Я просто английский. Я должен ему что-то доказать. Так я за вас же, правильно? Антон, расскажи мне. Мне доверили. Душники, конечно, парень. Громче. Мне доверили. Мне доверили почистить, сварить яйца, потом их порезать. Блин, докапываться до голоса человека громче. У него сейчас голос ломается, поэтому он не может громко говорить. Ему плохо, ему больно, неприятно. Ренат, я понимаю, что у вас, у ваших там друзей голос в пять лет ломается, поэтому вы не замечаете этого. Смотри, 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 пришел мешать. Не бы у меня в адской кухне, уже бы летали бы здесь. Ты готов ему хребет перегрызть? Попозже. Попозже. Сказал, позже? Позже. Это лосось или форель? Это лосось. А че это у тебя повар не знает, что это такое? Лосось. Это лосось или форель? Это, конечно, это лосось. Знаешь, чем отличается? Чем? Форель более красная. У фореля есть полоса. Татьяна, то есть ты подсказала сейчас Константину. Здравствуйте. А, ну, знаешь, типа он как-то так ответил, форель более красная. Во-первых, покрасить могут, как угодно, эту рыбу. Ну, это, во-первых, ее, в принципе, красят. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Потихонечку. Как у вас? У нас лучше все. Работает. Скажи мне, чем отличается лосось от форели? Жирностью. Конечно, жирностью. Форельный ответ. Одна сухая, другая. Лосось от форели можно отличить по цвету. Красава! Молодец! Пойл! Пойл, гайдя, 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 не знает. У него поводник, красиво, свиня, динемо. Вот вы не знали, я вам расскажу. У форели короткая и усеченная морда. Когда прочитала, я уже внутри раз десять посмеялась. Даю вам вопрос. Чем Ивлев отличается от Акзамова? Тихо! Так, надо подумать. Ростом, национальностью, фамилией. Весом, цветом бороды. Цветом бороды. А вообще наличием бороды. Нет, а у них в обоих есть бороды. По-моему, Акзам... А, да, да. Да, да, у них такая куца. Вот это вот как же не знали. Лысина у одного есть, у другого нет. Чем еще? Они всем отличаются? Что еще? Наверное, надо было понять, чем они схожи. И, а, ну и, конечно же, чем они еще отличаются? У одного команда мечты, у второго долбоящера. Ну, все, все понятно. Акзамов человек нормальный. Да, и он умеет разговаривать. И он, и он можно поддержать в нужный момент. А Юля подойдет, наорет. Че такое? Как меня еще? Я, в чем я это делал? Это в Леге! Отбей, послушай меня. Вопросов нет. Я принимаю карикатуру. Но самое главное, этот карикатурист, посмотри, что делает. На одной доске он использует лосось, отварное яйцо и... Свежие овощи. Нет, я всегда говорю, в желудке все смешается. Ну, во-первых, мы салат же перемешивали. Будете, я что-то не поняла. Ну и что? Мы там так делаем. Ну да. Не, ну у него... Ее фишка все выкидывает. Фишка, вот это вот кидать все куда-то там. Господи, бедные потом эти уборщицы после съемки. Да, я представляю. Причем, вот смотри, вот сейчас яичко туда вот упало за холодильник. И семга. И вот они сейчас там вдвоем будут тухнуть два месяца. Вот у нас так айва лежит под диваном уже три дня. Я думаю, как бы ее достать оттуда? Она же стухнет. Вот прям там. Во-во-во, а представляешь, насколько у них там? Мне кажется, уборщица двойная или тройная ставка после Ивлева. На Адской кухне вообще, наверное, они там это... На Майбахе уборщица едят. Слушайте, кто работает там, напишите, какая у вас ставка. Двойная, тройная? Костя, ну это ты сделал в чужой команде. Это что сейчас было? Мы требуем меры. И ты это схавал? И его поступок, который я сейчас сделал, это было низко. Папочка пришел заступаться? Выкинул. Ну, красиво. Это ты не выкидываешь продукты. А если я сейчас прийду в твою команду, повыкидываю продукты, которые не лежат... Нет, 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 я тебе не запрещаю. Ты же прекрасно понимаешь, я сейчас к стоячему столбу придерусь, и я тебе найду столько здесь неправильных вещей, которые готовят твои участники. Стоп. Я что, должен был погладить его по андаторовой шапке? Да без проблем. Сейчас я пристально понаблюдаю за твоей командой, а потом я уже дальше решу. Без проблем. Что буду делать я? Только я тебя прошу об одном. Не буди во мне спящего дракона. Кстати, у меня сейчас уже на телеке было уже готовое Оливье. Стоп. Работа. Подняли все ручки, чтобы я видел, кто из вас молодец. А, молодцы, молодцы. После этого конкурса в ваших командах станет на несколько человек меньше. Удачи вам, удачи. Давай. Затянута, блин. Рецепт Оливье? Который готовили в 19 веке. Поднимите руку, кто использовал в своем салате картофель. А прикинь, это был косяк, а там нет картофеля. А есть хоть один участник, который сделал правильно? В оригинальный рецепт картофель, морковь не шла. Это то есть им рецепт не дали? Нет, в том-то смысле было. Им просто дали продукты и сказали приготовить. А у них телефонов нету, да? Ну нет, наверное, а что? Вот так вот. То есть они должны были это придумать из головы или боженька им должен был послать рецепт? Николай Второй бы очнулся и сказал там... Как-то интересно, интересно, да. Сейчас говорю для всех. Единый стандартный формат салата Оливье. А почему опять салат из метра принесли? Заветренный. Ну я и говорю, заветренный из метра. Это оригинальные рецепты, и я не понимаю вообще, как вы знали, что картошка и морковь не идёт туда? Бралось яйцо. И там, где было конусное образование белка, вырезали, ну, коронку. И туда как раз клали икру. Знаете почему? Потому что водку на Руси всегда закусывали, а не запивали. И поэтому так и сделал Люсьен, живя и зная русскую культуру. Водку закусывали, а не запивали, а сейчас водку запиваю. Я не вкушаю, я не шарю. Давайте начнём, не густался вам. Марина. Не, ну это просто он рассказывает про подачу. Окей, понятно. Всё просто, что вот в яйце, в таком столбочке в яйце, кладётся чёрная икра и заедается. Вкусненько. У меня салат Оливье в интерпретации, у меня пластической. Помимо курицы. Конечно, это было бы шикарно, мы сейчас бы выложили икру, ели бы, но это будет уже слишком. Всё, присутствует слабосолёный лосось, красная и чёрная икра. Ну ты мне сейчас говоришь, что ты украшала чёрной икрой. Это не чёрная икра, это имитация чёрной икры. А может быть имитация твоего участия? Имитация твоего мозга может быть, вот так надо было сказать. Есть повар, а есть имитация. У тебя чёрная икра или имитация, Юра? Чёрная икра у меня. Ну я проверю. Нету перца. Это раз. Яйцо. Господи, да вы серьёзно? Да ну вы серьёзно? Я бы такое вообще есть и отказалась. Это что? Ну я говорю, вы в столовке вот так. Просто жесть. Вот так он стоит, короче, там в хладосе, вот тут же дофига времени. Ты такой, ну ладно, за 25 рублей возьму, окей. В оливье не нарезали, яйцо в оливье натирали, потому что и желток в том числе имел свойство связующего звена. Вот, Катюш, 2 балла. Юра, в оригинальный рецепт идёт колбаса? Нет. В оригинальный рецепт оливье горошек не идёт ни в каком виде. Я сейчас сижу и не понимаю. Просто в начале они прямо показывали нарезку, лосося нарезку, рябчиков. То есть как они всё это подготавливали. И в итоге? И в итоге они делают обыкновенное оливье. Я понять не могу. И только вот чёрную икру имитацию они сверху положили. Какая икра у тебя в салате? Чёрная. Заменитель. Ты попробуй икру. Ну, кстати, ты видишь, да, что это? Просто видно, что это имитация. Я вообще в шоке с тебя, товарищ. Это просто, ну, перфектр. Подожди, секундочку. Это икра настоящая или заменитель? Настоящая. Грустно. У меня почти все выбрали чёрную искусственную икру. Итак, Артём. Каждый Новый год я готовлю оливье. Вот, пожалуйста. Два балла. Хочу заметить, что я икру не мешал. Ты мне икру. Настоящая тоже. Ну, чтобы вы понимали, да, то есть, 400 грамм такой икры стоит всего лишь 120 рублей. И как вы, люди, претендующие на звание главного шефа страны, можете давать друг шефам на дегустацию продукт, который вы даже не попробовали? Приятного аппетита, шеф. Расскажи, что здесь? Здесь красная икра, я не добавил чёрную, потому что я... Не слышу. Здесь только красная икра. Дальше. Я не добавил чёрную. Почему? Потому что я её попробовал, и я был не уверен в этом продукте. Я внимательно наблюдал за другими участниками и взял за основу чужой майонез, но усовершенствовал его, добавив больше лимонного сока и на свой вкус специи, шеф. В итоге ты считаешь себя лучшим шефом на этой кухне? Да, шеф. Я не ожидал. Спасибо, шеф. Ну, по ходу дела, этот мальчик претендует. Я не знаю, вообще, типа... Я говорю, такой вопрос. Это вот так каждое шоу будет выглядеть по два часа, отбор команды, и потом в итоге одного какого-то выбирают? Или это типа уже участники, которые будут идти до конца? Я не знаю, по-моему, каждый. Потому что если вот так вот участники вот эти, которые до конца, то это жопа. Потому что набрали реально, ну, абсолютно... А может, типа сейчас в битве выбирают, типа, одного лучшего? Да, и потом в конце финала будет? Таких выпусков будет пять, и будет финал. Я надеюсь, что так. Потому что если это типа претенденты на финал... Ты, конечно, блин, опять намудрил. Почему все заветренные? Я не понимаю, неужели нельзя было отснять сразу, как приготовили? Вы серьезно? Вы что сидели там, чесали, а? Пельмени? Я не понимаю. Просто пойти и снять. Ну, зачем это вот так вот делать? Ну, это отвратно. И типа все делают вид, что это нормально. То есть, когда приходили на отбор с заветренным... Ой, что-то не то. А тут всем... Могу тебе сказать однозначно, что это... Три балла. Татьяна, я тебя очень прошу, не разочаруй меня. У тебя экран настоящая или имитированная? Да, настоящая. Майонез? Мой. Перепелка? Ну и лосось. Рената Команда, Команда Днища оказалась в том положении ниже уровня моря. Они, наверное, подумали о том, что обязательно должен быть лосось. Меня это насмешило. Она вот элементарно... Ой, ну так смешно. Просто опорожается. Команда Днища, Команда Д теперь у нас переименовалась. Сверху, я этому очень рада. Послушай, Татьяна, скажи, пожалуйста, повар с десятилетним стажем украшать волосами. Тебя научили где, в каком ресторане? Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Просто камера настолько... Настолько размыла, что даже если там был волос... Мы его не увидели, да. Я вижу, что это не мой волос, что это вот, товарищ волос. Мне это неинтересно. А мне это интересно. Это чье блюдо? Блюдо мое. Спасибо большое за дегустацию волосатого салата, Татьяна. И мышка стала... Ну, признаюсь, стыдно. Окей. Ну, давайте, понятно. Я могу сейчас оправдываться, сидеть и рассказывать, что я их видел первый раз. А я не знаю, на что они способны. Но у меня же тоже есть интуиция. Ну, видимо, я тоже иногда ошибаюсь. А еще кто-то олимпировал. Я вот тоже, я тоже на это смотрю. Вот серьезно, стилисты не могли расчесать бороду, майонез убрать с бороды. Но все-таки топ кондитер страны, главный кондитер. В нашей России, матушки, лучший кондитер народный. Ну, там вообще что? Они просто, по ходу дела, засыпают от скуки уже на этой съемочной площадке. Да там даже камеры засыпают от скуки. Ты видишь, камера просто уже в ночном режиме такая у нее... Господи, когда же спать уже? Ну, хотя бы вырезали бы тогда это. Ну, я не знаю. Но, извини, пожалуйста. Когда Ивреб идет вот так с тарелкой, я всегда чую, что он сейчас куда-то ее пульнет. Смотри, вот просто. У тебя твоя божественная команда, кого ты боготворишь. Все-таки пришел на всякий случай... У тебя же там мусор, который есть. Нет, друг, я пришел тебе, чтобы ты попробовал просто идеальный... Да ладно, кто же приготовил? Русский салат Оливье по оригинальному рецепту графа Оливье. Я уверен, что это готовил Денис. Знаешь, почему? Он у тебя в команде самый душевный. Денис, это ты готовил салат? Не могу ты есть. Да, да, это салат. Честно, это роскошь. Просто ты красавец. Денчик, мы за тебя болеем вообще. Вот за Денчиком... Он единственный пор, там два или три. Да, я у Заденчика из-за того парня. Великолепный салат. Здесь перепелочка, яичко. Заветренчико. Да, и много горошика. Для моего любимого сынишки 30-летнего. Сколько же ей лет-то, господи? То есть ей 50 лет, например. Господи, на сколько ей... Подожди, ты лежит она? Да, 30-летний сын. Ей получается, ну даже если она в 16 родила, то ей 46. Она выглядит, блин, на 30... Она выглядит лучше меня просто, блин. Офигеть, реально. Можно я тебе на секундочку? Конечно, кому, как не мне, почувствовать сахар? В любом его проявлении. Я вначале подумал, наверное, это у меня кондитерские бредни. В моей работе невозможны. Кондитерские майонезни. Ха-ха-ха, в бороде. Но я решил воспользоваться советом своего коллеги. При всем том, что мы с тобой соревнуемся, я всегда прислушиваюсь к тебе, как к старшему брату. У меня ощущение, что я попробую... Слушай, тогда у меня вопрос. А ничего себе так трудно, потому что старший брат, сколько лет? Итак, Ренат, Акзамов, сколько лет? В 81 году. А можно написать, сколько лет? Я не готова сейчас считать. Ну, плюс... В 81 ровно 10 лет мне старше. 39 лет. Ивлеву, 46 лет. Угу. Может, Акзамов не выглядит на 30 лет. Слушай, а почему на Ивлеву вот сразу выходит лет, а на Акзамова... Ну, вот так. Акзамов лет. Реально, на него нету. Ну, короче, и чё, он старше там, а уже прям, я не знаю, пердуном его старым сделал. Десерт. Вечно про возрасте. Может быть такое? Конечно, нет. Секундочку. Я? Я уверен, что ты салат Оливье дома заправляешь сливками. Секундочку. Ленингреты забавляешь. Забава-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Прям шиперенка, им нужно, прям засосаться хочется. А что он саппи? Кто первый напишет фанфик по Ивлеву экзамам? Он может потом считать, я представляю. У меня было ощущение, что они готовят не салат Оливье, а торт Оливье. Поэтому Ринатик... Подожди секундочку. А ты пробовала сама свое Оливье? Да. Попробуй еще раз. А, Тань? Это пудра сахарная. кто-то добавил сахара в команде-то крыса завелась это слаще намного шеф тогда во мне заиграл экюль пуаро друзья как это так может все таки седина в этой команде людей мне хватает здесь усиков седина тут то есть плохой решается в данный момент твоя судьба бегали все я пока помогала миска для замешивания стояла одна назови имя того кто мог тебе подложить сахар скажи мне кто крыса в этой команде я не верю что здесь они есть может быть из другой команды это мог сделать а чё я смотрю из твоих фисташков не находится ни одного нормального фундука если кто нас чтобы взять и сказать из фисташек нормального фундука то есть в топе орехов фундук лучше чем фисташка это спорно такое мужские либо по-женски да это сделал я я хочу дать возможность проявить мужество и честность мне кажется когда юля сказал да это сделал я я подумала что это он да это хуже то мне очень поле ну вот этот ну не знаю дачу и все хорошие люди собрались и честные такие милые вообще хотел выиграть что угодно но я даю возможность сейчас в течение 10 секунд подумать и признаться время пошло где готовила анна рядом с ней по соседству все время готовил антон я видел на экране что он взял сахар с центрального стола и меня это смутило я подумал зачем он это сделал антон кто посыпал сахар не знаешь а я последний раз спрашиваю может быть ты признаешься сейчас честно перед всей страной и уйдешь достойно отсюда не как подлая крыса выкинула же камеры есть вот мотайте посмотрите а вы мотайте что-то что-то скажет правду на всю страну я не подсыпал шеф набрал ты дорогой мой знаешь кого пико женя дашь у кого ты решил таким образом подставить она никак не иван да а его тебе не стыдно я не подсыпал автор волосатого салата татьяна ты же мне говорил что те единственный конкурент это костя ивлев на этой кухне но ты увидела в ванне конкурента нет марина нет юрий ты подлый участник не хочу быть мой майонез 0 реакции я подумал значит ошибся значит меня эркюль пару теперь обратимся к режиссеру и попросим нашу съемочную группу отследить сразу нельзя было каждому спросить чтобы тайминг потянуть обожаю приближение когда просто каждый пиксель твоего тела ну чё кто мить ну давай на сценарии давай вот чтобы ты сделал здесь вот это же все сценарно прописано не знаю во первых ты бы дал стаканчик кофе на кино то их посадил бы ребят на маленькую то помещение как бы маски чтобы они хотя бы тогда надели потому что что же делать витаю лучше вы потом сахаром а теперь смотрите он смотрит чтобы они отвернулась ну когда мы попросили режиссера найти этот кадр мы это сами увидели пока не знаю я был шок потому что это был я я был шоколад лайк 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 тайлер пошел в чат который это сделал последний шанс признаться честно и это будет достойно блин уже все знают ну давайте признавать это сделал я шеф как ты это сделал были эмоции шефа было рвение к победе и решил убрать конкурент блин ну уж дедом кого убирать но ее вот правда пристал я в слезах ой бухарь эмоции взяли верх я посыпала и сахару два раза потому что одного раза показалось мало что ты гнито чем уже в команде зачем ты так делаешь зачем ты поступаешь так с нами антон а почему таким подлым способом приз только один и я считаю на войне любые средства не ожидал от антона а тогда мне к тебе вопрос а почему ты они подложил вот самая святая самая добрая самая искренняя девочка в этой команде почему ты не подложил более опытному участнику мажь просите за майонез это не мы реально очень сменяемся на том кадре выглядела как майонез и нам показалось что просто гримеры некачественно сработали например татьяне анна была самой невнимательной участницей она что еще раз я надеюсь что она поймёт и не осудит мой поступок можно прохать в салфетку я тебя прощаю честно поцелуйтесь заткнисью вот именно нельзя его прощать ты знаешь в жизни людей бывают разные ситуации таких детей у которых в душе большая дыра он уже прям еще и выглядит как ее сын 30-летний она сейчас такая она и мамочка такая сейчас она его покажет можно правильно жить потому что это не такой как все это очень добрый какой же крин шаг все это что сейчас было ну давайте забудем ладно я буду фанфик писать лучше от реакции анны это какое великодушие я понял что она добрее меня я бы убил ребят если реально существуют фанфики уже про к заму и ивлева скиньте мне куда-нибудь в этот в комменты скиньте в комменты скиньте ну типа что такая фай если то что в директе я вряд ли увижу реально скиньте может кто-то пишет кто-то увлекается ты представляешь аудиторию этого шоу и и я и вот ладно нет просто я бы разговаривали не будут фанфики писать про тебя и рената с ивлевым да теперь я понимаю что никакой приз не стоит того чтобы опускаться хорошо что это понял я обескуражен друзья мне надо мне тоже немножко обескуражен мне надо его оставить костя тебе слово я сейчас назову имя одного человека который навсегда покинет битву шефов битву шефов покидает длина так за тиктокер депутата артем все-таки у ребят опыта кулинарного побольше что у него вообще какой-то опыт был да просто кулинарный какой-то помимо того чтобы разогреть биг-тейси микроволновки просто вот где-то такой гриль я реально я в этой ситуации с этим я просто если вы серьезно вы как вот вы когда это записывали вам норма когда он говорит я на степах два раза мне показалось мало что блин под камерами такую хрень типа творить ну реально мы должны в это поверить и давай через подумал обязан отличать настоящую икру от имитированной дачу перемотаем сейчас будет это поставишь участие спасибо вам было все равно круто до свидания то есть типа оставили спасибо за участие спасибо все правильно то есть мы все были свидетелями то есть сахар на мальчику наставил ужасного некрасивого случая который к моему глубокому сожалению произошли они специально заставят чтобы потом наблюдая и типа потому что он боролся он он идет победе до умер победе всеми возможными способами выгрызает ее команде аня твое решение антон остается либо мы так как она богоматерь мать тереза и вообще все у все лучшее качество женщин в одном лице то она оставит его команде и скажет ему я прощаю тебя про я не нормально покидает 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 она сработала очень грамотно она его простила как человека но понимала что для команды он опасен и она его убрала антон ты согласен с этим решением нет шеф я считаю каждый должен быть второй шанс шеф что это было просто мерзко с ее стороны сказать что я должен покинуть праве и так в командах осталось по четыре участника на которых шеф делают главный срок шефы бросают вызов друг другу и меняются местами акзамов будет жарить мясо а ивлев станет кондитером полная оценивать результата и решать кто же пойдет дальше шефы будут в командах соперника ваша главная задача готовить не трата марин лук сгорел константин ивлев проверит умеют ли жарить мясо в команде его коллеги акзамова могут только короли аринат оценит как справились со сладким заданием подопечные это личный поддор кости ивлева ну раз спойлер блин кидану да перемотаем давай еще ну сколько ж можно уже будем деть вот этого что вам жизнь была не слишком сладка пожалуйста оцени шут газманов с командой команды насти ивлеевцев поразите меня самое сердце сочным корей гненка румяными купатами наваристый логман он так описал даже не захотелось что настоящий советский чебурек ивлевцы добро пожаловать в наш сладкий мир мясоеды я хочу от вас получить профитрули второе нежнейший лимонный чизкейк третье рассыпчатая корзиночка божественный тирамису и так теперь самое главное ну интересно все говно просто и сделаешь на раз-два не я в принципе все бы сделала хотя ну как бы как ну типа вот если они рецептуры не дают я не знаю я может быть бы погуглила бы но если не погуглить да в принципе да я даже песочное может сообразила бы да я никогда не делала но в принципе с белковым кремом там все есть ну да может ну вот кстати про фитроли блин я вот заварное тесто на вот на ум не вспомню рецепт я ну помню как оно готовится но вот граммовку не скажу то есть чизкейк что-то можно сообразить это все не так ты ринат будешь оценивать свои сладости у моих а вот я буду дегустировать мясной сет у твоих но задание интересная халя скажу честно это нечто больше чем желание победить ты вообще сам по себе то свою корону когда бас я раз протирал время пошло данный срока фишах и больше чисто три раза показали и так моя команда минуту внимания ты делаешь чизкейк александр делает корзины и возьми на себя чебуреки все у тебя наверно классно получится лагман ну а ты у нас голуба ресторана сделай купаты сделай чтобы это было сочно костя любит мясо это просто полная десерт это самое сложное это вам чебуреки пожарить и лагман приготовить давайте мне лагман сложнее чем десерт и я вообще основные блюда не очень люблю готовить потому что не даром ты подала заявку именно на кондитера и на ацкую кухню мы прекращаем с вами играть в бирюльки после этого начинаем играть в слова останется только двое ребят не забывайте 60 минут начинаем играть в слова мы заканчиваем бирюльки начинаем играть в слова первое слово какое долбаяши что ты не там разбрасываешь сначала сахар или пробить сначала зачем ты че джошь сюда майонез не в глаза смотришь а в роз а ты че ты чесал ее любовалась простая бороду че ты ну честно тебе скажу для человека который никогда не готовил десерты десерты это просто китайская грамота может быть то есть я сейчас в принципе понимаю как готовить я просто смотрю как ты это делаешь я в принципе понимать стал до этого для меня это просто наверное да мне тоже оказалось что это вообще ничего не возможно сейчас уже кажется для меня любой торт это это ну а как это вообще это наверное ну вот это делают только в лабораториях наверное да годами как годами да о меренговый рулет я не знаю как вообще это это наверное сам зевс нам принес больше когда раньше заказываю кондитер весь молочную девушку я так смотрю сколько тут коржей 10 еще 10 11 11 как она это сделала то есть такой ну да легко играющий вот блин не дали прецепт я там примерно помню там завариваешь с маслом тесто клейер до готова это самое да и потом вот на яйца вбиваешь размешиваешь просто таким человеку который никогда не готов десерт дать и приготовить эклеры ну да просто такой что я вообще я думал что то роботы делают же стоит потому что ваши десерты будет пробовать один из крутейших кондитеров россии один из крутейших и он сейчас является моим соперником будет это будет вырезка мясо это будет зелень и я наверное знаете немножечко мяты умничка молодец такого вкуса но только не переборщи чтобы не было во рту мятного чай и обязательно добавляй воды что фарш был жидкий как на хинкаля сколько времени тебе осталось кстати мне вот на чем ринат нравится что он типа вообще во всем шарит он очень хорош в восточной кухне там плови там пельмени кладов он пельмени продает свои но меня вообще это в нем нравится то есть вот именно в как-то про десерты пока я что-то от него особо и не слышала про десерт но я видела видео на youtube как он сырники готовит вот один раз как-то вот ринат он как будто бы слишком вообще при такой весь разносторонний может быть просто подать что опять же тут в восточной кухне попалась у народа семьи готовят лагман мне кажется я прям представляю честно говоря это очень простые блюда все эти лагманы люля-кебаб это все понятное не знаю в чехане нормально не могут приготовить за бешеные деньги ну реально невкусно поэтому если окажет очень сложно так я не пробовал особо ничего вкусного я ни разу не готовила еще минут 15 хватит нет 20 минут у тебя само по каре мясо хорошее молодое соль перец больше ничего не нужно у тебя что тирамису крем делается очень просто возьми два яйца и отдели белки от желтков пойми в корзинке ягоды надо не просто бросать их надо правильно красиво распределить чтобы каждая ягодка смотрела на тебя и говорила я хочу тебя период к садике чё пообедаем знаете я уверен что пообеда я сегодня хочу чтобы тебе было вкусно но на смотри что касается тебя я тебе скажу честно и откровенно я отдаю ребятам возможность сделать не классические десерты уже мы реально сосаться надо еще честно и так близко стоят друг другу по вкусу как малили с тобой оценим надо понимать все таки это не классический все вот сейчас банк вас оставить бы на вы сразу купили бы права на весь сезон и не пришлось бы на гоупро 2 снимать снимали бы уже на рыбку опять здесь я пойду ну да поцелу не хватало в да поцелу давайте после такого стразе прям хотелось да положа руку на сердце не знаю с какой стороны сердца положила не удалось с этим фисташкам договориться о том чтобы он хоть на минуту стаж понял о том что вы не профессиональные кондитера это сладкий чертенок будет мочить вас поэтому нельзя готовить скажи мне что самое важное в процессе погружения мяса в кишку не порвать кишку чтобы она не лопнула при приготовлении вы слишком плотно нельзя до фаршировать у них же сегодня есть будет нечего ты же понимаешь у них одни сгоревшие пирожки обещала константину отомстить сделай так чтобы костя твоей купаты съел вместе с руками купаты мясо стейки прожарки это мой конек как ты считаешь кто по твоему честно и вот еще для меня вот такая тема вот это вот в кишку я просто я когда-то вижу я я реально мне просто это эстетично не смогла бы сделать ну это как с рыбой ну да рыбам кто может вырыв кишках копаться тому но и прям самая слабая звено в команде у меня да я бога тебе не буду говорить но она у меня есть и не одно поэтому я тебе налил чая по сегодня для того чтобы ты все-таки успокоился потому что чай пить не дрова колоть не красная сейчас какая-то будет реклама ахмада сна и хороша она пирогами какой ты загадочный понимаешь я обещаю тебе что я буду кстати странно что реклама нет вообще первый выпуск потому что может быть не смогли продать может быть попозже суши у них такая такая промо тут по всей москве эти баннеры до 100 куба не поедешь везде на ленинградки еду блин да как уж уж они какому там борхесу не смогли рекламу загнать не а мне кажется часть хорошо липтом как удачу угодно любой продукт в кулинарной программе залетит на ура ну да вот мастер-шефе одна реклама но за какой сезон правда мы не знаем было ли в первом рекламе максимально объективен и честно я буду убирать самых слабых как будто в кондитере были много рекламы вообще не там максимально была реклама это пельмени акзамова рекламировали все эти да и больше ну это была вся продукция метро потому что мы дешевая да все ну просто очевидно что бизнес до бизнеса закупаются там все как в твоей команды меня к тебе огромная просьба будь пожалуйста тоже объективен не трогай моих сильных участников вот как раз здесь вот то что ты говорил в начале что ты хотел чтобы они друг у друга типа слабых участников в топ выводили а сильных бы убирали у тебя как ты все как-то праведливости выгони два самых слабых выглядели все аппетитный прям чекулечек так прошло 15 минут еще ни одной заготовки нету блин вот так чтобы вот вот так что была классная нарезка кадров но она длилась три секунды да вот прям я такой нифигасе я сейчас такой движ начнется из этих из кучи кадров как они там режут все это было бы очень классно но это длилась три секунды окей хорошо поэтому давайте ребята чтобы здесь не воняло так как воняет все вы быстрее побыстрее матушку моя выпекаем за лоярди по вкусу делай катя возьми инициативу на себя слушай друзья посмотрите это шикарное тесто чебуреках ты знаешь да в чем самый кайф корочка хрустящая раскусил идет бульк суп подел марина лук сгорел марин лук сгорел от середины в край поехали 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 я здесь константин не поняла чем он ческейк сверху залил как ты вообще будешь дальше жить это проиграть да легко можно этот пэринг пожалуйста чуть-чуть сейчас градус снизить потому что и даже я уже не видят по моему я сейчас пойду фанклик писать послевок все таки они реально хотят нефикс продать не ребят ну мне что одной кажется напишите пожалуйста просто 100 в кадр я уже чувствую может быть заставочка другая какая-то движется сейчас все назовем серию пэринг года а я там где а ты то тебя просто из заставки уберем нахрен я тоже не так думаю вот именно снизу смотришь на все это влюбленными глазами уже пока это что было что показано что ты готов помочь доктору вызвать какой-нибудь куркуратор господи это прям другой диалог это половинка сердечка я покраснела на мочи просто-напросто лопатки да да все понял понял мы работаем не на спешку как нефтуре а мы работаем на кашу поехал 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 да наш ум сделай говорю на шоуку на наш он сделай же я сейчас я нормально я прижму он плохо жалови настоящий фритюр надо проверять именно репчатым луком к сожалению шефы многие этого не знали затем за школа затем объясни манат и нарезали корр и чё не умеет ой а чё тебя как тебе не лезу и какие-то жарят да чё такое не обращай внимание они обращают волосы из детства запечки дай одну колбасину и влево пусть насладится царевить чехолу за речь слушай все таки реально в другое русло перешел на шряк он ему сосиску принес когда ты вытащишь свои все фазани перья немножко перезагрузишь ты должна давать себе отчет если ты видишь что олицетворение поварского мира в россии это вандатор шапки давайте бабоньки ускоряемся какой главный шеф россии в твоей команде да видимо один человек вменяемый из всего этого балагана находится в моей команде конечно депутат идинороссия была не была у нас она шанса давай горячая с рыб не бывает или ты хочешь сделать эту женщину будет пробовать он не помнишь просто он сказал подай в шапке подай ему чебурек в шапке которые делают волосатую еду это твое отстворение лучшего шефа россии суши они прям пара и они ссорятся да хватит ты же перебарщик съемка там он сзади там не фокусно ли она тоже не особо фокус потому что просто такое мыло покричи покричи давай в пусть из себя пар выйдет я выберу лучшего участника в это время стоп готовка как же выдохнуть а я уже теперь я просто ржу я внутри я не могу но честно скажу вот этот третий этап мне очень понравился вот это прям лучше вот реально молодцы да даже кстати с оливье было ничего если бы не вот это вот кринж сахаром заданием конкуренты его команды после дегустации шефы решат кто покинет битву а кто заслуживает идти дальше вы готовы я очень рад но давай шапка мономах чё там на готовил представь свою работу это чебурек из баранины зеленью к чему вы здесь вот вот это вот вот это вот съемка украшать чтобы разбавить цвет чебурек конечно же проверяется как вкусом по количеству сока мясо есть все как надо я советую когда я что-то говорю молчать я считаю тесто пресным начинку пресну поэтому спасибо достаточно не выкинул и был чебурек у евгения хотя ему много раз говорил не хватает воды чебурек нет дорогой друг это не чебурек это мяч колоденец какой-то пупырчатый идем дальше мяч колоденец какой-то пупырчатый идем дальше лагман презентуй это традиционный лагман с баранина здесь нет ничего лишнего здесь настоящая самолепная лапша конечно же много специй и так пробую я могу сказать о том что вы приготовили домашний хороший лагман как супец у тех людей кто думает о том что они все могут но к сожалению нет молу только короли а чё муд как бы просто засирать вообще все как мы типа да такой же муд ну ладно да 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 чё все могут крылья да да чё да какие подделки я воспринял костину критику можно сказать как личную обиду за время этого проекта я полюбил участников своей команды они мне уже стали как дети я воспринял когда они успели какое это время проект один день потому как салата заветов там вообще месяц лично на себя это потому что же кондитер ты умеешь готовить да может быть или на ты дома и варишь мантыш манты до хинкали минкали одно дело лана ты такой домохозяин ты сижу выбирал повара и один гарина только домохозяин россия это кто это как идем дальше это где упад и из рубленой баранины соусом и упад и по ты ты видишь здесь купаты татьяна да скажи честно ты готовила купаты для константина поэтому размер был соответствующий я прав не сказать о том что я большой человек с маленькой загадкой все это время не то что недолюбливала костью она прям его внутри даже как-то ненавидела я понимал что она докажет что она крутая выглядит очень аппетитно кстати это бы я съела я же скажу что приездная я другого не ожидала следующая барайна насос не терпит конкуренция с тобой же конкурирует ну нет но ты сначала на землю то опустись татьяна давала пробовать кусочек мяса который она использовала в купатах он был неплохой то я повариха шефини точнее с десятилетним стажем отчаян а записи на и сделал ты мне объясни а у него есть какая-то внутренняя обида у него есть внутренняя злоба можно вопрос как должны выглядеть купаты сосиски квадратиками наверное отомстить любой ценой это что такое подача для мужа чего я не твой муж значит перепутал это вот это подача наверно в другой посуде должно быть да да к сожалению не успела а что здесь посуды нету нет есть посуды я не успела но перед час решается твоя судьба я не пойму перед тобой стоят два шефа нельзя было ложкой положить рядом карель к этому закрепная команда да ренатика позорила тебя твое участница ты все за ней так переживал анна приготовила совершенно невероятно нежное мясо кстати молодец очень вкусная баранина друзья это нежнейшее мясо и честно хочу сказать и константин ивлев есть впервые такое нежное мясо корей виненка дорогой мой друг она мне корешку подала как раз поэтому она и ушла пафоса и голора чувствую команде а еда там где она и должна находиться твоя еда вон на днище гарбича не быть мастерство ивлев сейчас свое изделие мне представит красный бантик представляй димон из кейк скажи пожалуйста твоя мертвая презентация она полностью соответствует мне кажется все таки порциону нужно подавать кусочек было на кухарин он весь пирог выложил это очень странному торту вот то что сейчас ты мне представил это позор металлическая подложка у меня ты можешь с этим мягким разваленным боковым коржом и с этим ты хочешь попасть финал не доказать по охотники домой поедет так что ждем ребята это я это дело . никаких грищ это убери стол и следом давайте другую дегустацию великий соответственно сливка мэн это как это понять что ты расскажи мне пожалуйста ты взял и выбросил торт я считаю это профессиональный провал такого быть не должно однозначно а в твоих ты вообще кондитерских ты что на прилавок сразу кладешь свои пироженки то а тортики или они все-таки тоже на какой-то пластмассовый либо на чувак какой подложки ты обалдел ты на противень и принес подавать все покажу внутри общей сурочистой кашу просто все не допеклось вообще борт он не должен так ломаться должен быть ну конечно же со сладким королем наши эстрады до расскажи пожалуйста что это презенту и достойно это месиво крем чистый с бомбически рассыпчатой корзиночки с божественно вкусными фруктами ягодами ой 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 пожалуйста в руки рассыпчатая корзиночка не должно так тесто короче рассыпаться песню форму должно держать если бы так ну развалилась твоих руках изделие должно быть цельным ренат нас оценивал после того как константин оценил его команды я просто считаю что ренат хотя бы по делу придирается потому что иблев просто засирал без объяснений потому что десерт я понимаю учета да и ренат когда говорит я понимаю претензии но иблев может быть я не шарю в купатах настолько что ну просто без претензий бы честно просто он выплевывает просто у него все пресно все неинтересно все не неправильно не чебурек ну типа бульона нет а я вообще не знаю кто сказал что в чебуреке должен быть бульон 3 меня бесят когда на меня вытекает мне нравится не ну не согласна у тебя руки но просто здесь как бы аргументирует ну реально он вперед у него все разваливается вы когда видели корзинку чтобы она выбрали она разваливалась я например нет ренат к нам пришел ну-ка очень злым декор очень ужасно всех нас наказал мне хочется чтобы в команде кости и влево я поддерживаю было съедобным до которого хочется хотя бы прикоснуться и не блевануть при одном внешнем виде следующий участок давать на дегустацию такой шлак ну коль я был в кости на команде они к этому привыкли что летают тарелку и творчество если вы так привыкли значит так оно и будет ну ренат я все понимаю да мои тоже обкакались но они я считаю обкакались достойно сливками чтоб ты это понимал катерина на твои кишками да видимо как бы как вот так это ты с авоярди делала да да почему она превратилась в кашу а ты считаешь что ты манна кашу нет это не что да да и скажи мы наклоняем и показываем не произошли вообще что-то в десертах хоть понимать это просто отврат пока что я просто же кого набрали вот честно эмульсии в креме ну я говорю набрали тех кто не готовит десерт нет ни в той команде не готовит десерт не готовит десерт это отдельный мир нужно приходить на кондитер с медовичком вот там все четко на приторная манная каша этот продукт является браком я говорю нет однозначно может при фитроле будем что чем больше ты психуешь ты показываешь свою слабость а я считаю ниже своего достоинства дегустировать брак ты можешь это понять вам вы не попробовали давай не ты будешь здесь указывать у кого какие права здесь на этой кухне абсолютное отсутствие профессионализма у трех участников это личный позор кости иблева это неуважение тебе могу сказать так ренат скажи мне пожалуйста кто ты король десертов или король какашко наша брызги крови на тарелке это что профитроли с пластическим крем чизом сахарной пудрой не важно это можно взять попробовать тяжелое позже тебе объясню это на современные повара малолетки насмотревшись интернета стараются повторять этот кулинарный хаос я тоже если честно не понимаю вот это делать повторять за кем-то чисто обосрать свой члены команды как смысл жизни на проекте кондитер я напробовался столько отвратительных крем-чизов и передо мной стоит повар который готовит в тысячу раз вкуснее любого кондитера это просто вкусно серьезно я не знаю по какой ошибки победитель просто понятно и все ты прирожденный кондитер это мне кстати кажется он реально должен быть в команде у акзамова ему нужно хотя бы немножечко похвалы и в жизни потому что он лучше по правилам битвы на этом этапе шефы выгоняют участников на этом этапе я говорю куда-то в кулак и происходит странный звук а перезаписывать мы не будем потому что нафиг она на андах друг друга и так я готов огласить вене анденечка выкинь выкинь так замок не могу сказать однозначно что наш бизнес очень жесткий и большому сожалению я не могу хотя при этом очень тебя уважают не могу дать тебе дальше возможность идти татьяна в тебе я увидел только одно ты не умеешь принимать критику поэтому тебе однозначно нет наконец-то все это закончилось обладаться с этим большим твердолубым мужчиной в принципе смысла нету я думаю что или в специально выгнал меня предвзятое отношение ко мне в принципе понятно было итак друзья коллеги сейчас делать выбор в команде константина ивлева нужно оставить двоих участников которые почему ивлев быстро выгнал ринат опять начинается это же невозможно профессиональный реактор ты же помнишь идут дальше денис прости но ты остаешься я знал что он скажет где моя вода команду кости покидает вода банальности единорос короче денис единороса станции единорос в игры вот этот хрен екатерина следующий участник который покидает команду кости и влево бабочка александр это что и так после кулинарной ревизии в команде шефа акзамова остались в команде шефа и влево денис и никита их вкусные блюда заставили шефов поверить что именно среди них находится главный кулинарный талант но кто предстоит дегустировать слепую вы знаете кого звать на дегустацию слепую называем горка который состоит из продуктов первой необходимости вы должны приготовить блюдо которые не просто удивить вы должны когда ананас считается продуктом первой необходимости я думаю просто блюдо которые впоследствии даже авокадо главный ингредиент утка вообще первой необходимости делать это все что вашей душе угодно но только запомните приготовить для меня важно чтобы утка была нежнейшей и сочной а для меня чтобы утка была с хрустящей поджаренной корочкой намек всем понятен пришло время показать кто на этой кухне победитель честно я не знаю как люди за раз смотрят всю серию я уже устала смотреть у меня уже где-то вот та грань все-таки есть по мне перебор время пошло четвертый выход димка отрабатывает по полной и готовить не про за который короли кухни готовы будут заплатить огромные деньги чтобы битва была честной и в летний экзамен будут дегустировать все вслепую не зная кто что у меня готовил битву выиграет тот чьё блюдо покорит сердца суровых шефов а ну всё мотает ну что настал тот момент они короче уже проспоили или все принципе этот отрыв можно было посмотреть дальше вообще не смотреть когда решится ваша судьба правишь моя правильно дисциплинировать они даже не показывали готовку чума вообще можно так вот все шоу обрезать без готовки вообще огонь я уверен что бриллиант гастрономического мира будет мой я уверен что маяка но там понятно типа чё прикол он сказал я горит люблю с хрустящей корочки эти был намек команде чтобы они ее пожарили ну либо запекли и тогда он определит что это они но как бы вторая команда не глухая и тоже слышала и как бы что за этот час им надо было сделать максимум блюд из утки знаешь костя я не грамма не сомневаюсь давайте вот это вот не просто в господи сахарный сироп и распадают на миллион разных осколочках карамельных поэтому давай все-таки займемся делом и ты красиво сейчас проиграешь ты юморист константин я десажа чей готов я готов к поезде раз готов давай пробовать поехали с удовольствием константин хочу разбить тебя в пух и прах этой дегустации а в шлипу они просто не знают кто где я думал не просто закрытыми глазами ой я сразу мне у меня вот такой еще не темрюк я буду первым человеком из семерка кто выиграет битву шефу а редиску может быть очень уж первым человеком который выиграет если выиграть с семерка на телеке появится друг мой но ты знаешь здесь прям вот имя написано никита выложена картофель неужели ты это не видишь костя сказал ивлев то что никита такую когда они готовят сверху лежит косточка от лимона а очень жесткой ну ну ты пожуй него ты пожуй просто пожуй не выплевывает его сразу она потом раскрывает свои вкусы потом короче масло отжог блюдо масло это просто полный да ты тоже не особо чуть-чуть пересолил морковь коллега я правильно понимаю что это два блюда приготовленной одним участником под номером два шефы подошли к моему блюду я могу сказать что это блюдо твоих участников потому что они в кулинарии особенно в экономике ничего не понимают посмотри он из целой утки вырезал две грудки и положил это на дорогой гарнир мне кажется я сейчас упаду в обморок а вот этот соус похож на какой-то гуталин либо на асфальт во-первых поаккуратнее с ножом коллега а во-вторых мне кажется это почерк дениса он любит как раз вот на такой тарелке устраивать брызги ребят я не знаю кто это приготовил утка сырая вся в крови это не идем вообще-то что-то настолько путаюсь в этих участниках а вот это белая девушка я учусь я вообще-то она настолько че-то как это никакая по всему ященко когда в финале оказалась эта кровь твоих участников плачут своими кровавыми слезами о том что они не смогли они просто взяли и да что ж ты так орешь мне в ухо ты боишься что я выиграю понимаешь ты постоянно рядом со мной машешь ножом но тебе не кажется что ты какой-то очень злой мне кажется ты реально понимаешь что ты на один шаг опять пара ссорится ринат мне кажется ты зашел с ума пошли 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 талию приоднял участник под номером три приготовил все три блюда сам профессиональный подход так же как и там поверь мне вот тебе пожалуйста утиная ножка какая-то здесь вот вешенки а здесь соответственно суп смене кукурузы и какими-то желтыми яйцами ты смотри аккуратно яйца не твоего этого паренька рината в шапке а может и яйца андатру его который в чем суть сейчас определение я все никак понять не могу ну просто они выбирают вслепую они не знают в принципе вот этот претендент окзамова на лучшего да нет это команда рината а да и вот это вот претенденты на лучшего повара ты представляешь себе тебя на голове носит а еще не что это вода попробуй нет дожди вообще-то вот этот с татуировкой он с денисом в команде он чизкейк готовил лимонный а в папахе и девушка как раз как замоке воду да здесь я если честно удивлен поваром мне кажется твой какой-то из участников просто перепутал суп с отходами еще минуту назад константин гордился этим как он высокопарно сказал дегустационный сет чтобы ты понимал я уважаю в тебе вот это качество которое называется справедливость особенно когда ты по внешнему виду говорит что это твоя команда попробовав сразу от нее открестился скалы ты не я продолжай это ужасно я не пробует и говорит что за кочерыжка это блюдо просто домохозяйки а я думаю как домохозяйки какой домохозяйки я что на домохозяйку что ли похож знаешь все-таки тебе надо быть попроще потому что ты так реагируешь на критику я боюсь что у тебя последние волосы все выпадут понимаешь костя береги себя пожалуйста береги попробуй тебе понравилось неплохо заказ под высокую кухню а никит перегнул и так еще сейчас так плечами пожаловать себя выдал или что он панирует но очень сладко ты знаешь а мне вот эта история нравится это или черешня или вишня честно в одном признаюсь поехал мне кажется вот это блюдо готовил денис заяк тарелка у константин царевич ощущение что здесь готовил профессионал который немножечко они резали днис заяк тарелки а здесь что фрикадельки вот я смотрю ты ешь а ты все ешь а мне интересно попробовать на что способны наши участники кость очень критично прям вот знаешь как будто это звезды мишленовских ресторанов но хватит а мне было неплохо довести до кипения это будет съедобно костя я не знаю кто это готовил это в первое съедобная утка за весь день за реально круто когда арина так замов я третий кусок моего блюда утка действительно была хороша я не скажу что это идеал но она они сырая бенни резиновая садим вот этом блюде мне хочется чувствовать и нотки никиты да что ты иначе посмотри как же не радует за смай а жень ты просто забыть форум звезды салат пробовал еще своих ребят мне это кажется странным я уже не вот что означает денис и никита что выбрали не того шефа специально что пытается запутать вообще что и того наставника эти как внешне все выглядит красиво мои коробцы репти репзя ночью репзи репзи чё готова да чё там пухлячки вот эти пикуки а как только попал это твои я могу сказать только одно что я для себя выделю вот это блюдо и как бы это было не смешно вот это блюдо ну что ты да и вот с этим странным соусом да как же долго они говорят победил остальные проиграли то что костя лично для меня это вот это утка и вот это согласен с тобой блюдо со сладким соусом но пойдем мясо сладким прямо на есть что обсудить ну и конечно зарубиться и прямо сейчас там и мы узнаем или это решение с кости нам далось не просто кстати кстати пожалуйста луки давайте уж ладно конец реакта ну давай ну и что ты скажешь но я считаю шеф и волев выглядит гораздо может быть еще плюс белый цвет но ботинки с джинсами и с кителем не очень потому что получается вот этими черными штанами он как бы их ускрывает не акцентирует он акцентирует внимание на кителе ярких кроссовках таких белые а у рената он прям вышел из цеха да просто мне еще причем кажется рената немного китель великоват все же хочется чуть-чуть поменьше может похудел мне кажется он похудел но я считаю что все же тогда нужно ну либо не очень короче у ивлево гораздо симпатичнее выглядит мы жестко спорили зарубились пару раз и мы есть блюд евро за одно блюдо мы шефом ресторане огромную сумму денег вы готовы и это блюдо под номером 3 я сказал это он я это чувствовал ну что поздравляю просто я выиграл как я и обещал как я и всем говорил это просто космическое ощущение ребята вы себе представить не можете привет я скажу только брат я уже на искренне рад что это ты победил не просто из-за того что ты из моей команды ты крутой могу однозначно сказать что столько денег за блюдо я еще своей жизни не отдавал а вот а это реакция позже выйдет с каграмановым вот сколько да это я пока не буду спойлерить сколько он отдал за макароны вы охренеете и уверен не забудьте быть получал красава молодец сколько можно посмотреть они не умолчат я буду сходить однозначно достойная победа что вы стоите ну давайте давайте сколько сколько за звание главного кулинарного обзорчик без тарелки бочки были жесткая борьба да будет бить ваш шеф а в чем суть то а суть то в чем суть то в чем следующее дальше 1 0 потом будет 1 1 потом 2 1 потом 2 2 и вот так дальше все спасибо за просмотр до новых встреч что вы вообще скажете как вам а можете ничего не говорить это кринж полный все до новых встреч подписывайтесь на канал а